Что касается актуальности? Которые могут нуждаться в нашем лечении, так как то, о чем мы сейчас говорим, это радиолегатная терапия. В общем-то, эта терапия последней линии. И если мы посмотрим на эту цифру, возьмем хотя бы одну десятую от этой цифры, мы получим 1700 человек. Сможем ли мы, объединив все наши центры, все наши усилия, все центры, которые занимаются радиолегатной терапией, как-то освоить этот большой объем нуждающихся пациентов? К чему это? К тому, что тема действительно актуальна. Итак, что же такое радиолегатная терапия? Это использование молекулярных мишеней. Мишенью в данном случае является просто специфический мембранный антиген, который находится на мембранах опухолевых клеток. К нему синтезирован химический легант, который, как пазл, обладает тропностью именно к этому мишени. А уже к леганду через связь можно подключать различные диагностические либо терапевтические радионуклиды. Работает эта история таким образом. Снаряд попадает точно в цель. Все, что не попадает, быстро утилизируется, выводится через почки, через кишечник. А дальше мы можем видеть опухоль, либо лечить ее. Проста специфический мембранный антиген гистологически выглядит следующим образом. Его концентрация зависит от степени дифференцировки опухоли. Она, соответственно, обратно пропорциональна степени дифференцировки. Так, чем больше баллов по глисон, тем более вероятно мы увидим высокую экспрессию ПСМА на мембранах опухолевых клеток. В гистологическом материале при первичной биопсии. И также есть очень хорошие и большие исследования, которые показывают, что большая экспрессия ПСМА рецепторов ассоциирована с неблагоприятным прогнозом даже уже после лечения локальных форм рака предстоятельной железы. Ну, а что касается наших пациентов метастатических, здесь все зависит также от концентрации этих рецепторов, но уже совершенно наоборот. Так как мы используем лечебную модель, лечебные препараты, то количество препарата, которое будет зафиксировано в опухоли, оно напрямую зависит от концентрации этих самых рецепторов. И таким образом происходит парадоксальная ситуация. Чем более агрессивна опухоль, чем она неблагоприятнее, тем больше вероятность, что она ответит на лечение именно по самотерапии. Так здесь представлены данные исследования, которые показывают выживаемость пациентов в зависимости от SUV по данным ПЭТ-КТ. Все пациенты были разделены на три группы. Пациенты, у которых было только высокое накопление ПСМА по данным ПЭТ, только умеренное и низкое накопление. И пациенты, у которых были разные очаги с очень высоким накоплением ПСМА и были очаги с низким накоплением ПСМА. А мы видим, что эти кривые разошлись, разошли значительно. По нашим данным, в МРНЦ полученном, мы видим прямую корреляцию между той дозой, которую получит конкретный очаг в ГРЭХ, эффективной дозой, и SUV, которую мы можем видеть на ПЭТ-КТ. То есть, если мы видим очаг с маленьким накоплением ПСМА по данным ПЭТ-КТ, мы не можем ожидать, что мы сможем подвести достаточную дозу для того, чтобы его лечить. А если SUV высокая, то и доза будет высокая. Здесь представлены результаты двух больших исследований с доказательностью степени А. ПСМА – это всем известное исследование Алсимка, где исследовался РАДИ-223 и исследование ВИЖЕН, которое сейчас на слуху всех и которое показывается буквально на каждом слайде. Я специально эти два исследования поставила рядом для того, чтобы сравнить эти два препарата. Итак, мы видим, что лютеция ПСМА является значительно более эффективным препаратом в плане достижения безрецидивной выживаемости. Так мы видим преимущество этого препарата в 5,3 месяца по сравнению со стандартной терапией. А преимущество РАДИ всего лишь навсего 0,2 месяца. Сколько это? Это несколько дней, то есть это то преимущество, РАДИ, которое мы используем РАДИ. Но давайте посмотрим дальше. А что с общей выживаемостью? Ведь у нас главный критерий – это не безрецидивная выживаемость, не выживаемость без прогрессирования, это именно общая выживаемость. И мы видим, что в исследовании ВИЖЕН преимущество общей выживаемости всего лишь навсего 4 месяца. А в исследовании с РАДИом-223 целых 3,6 месяца. То есть, в общем-то, сравнимые цифры. И как же так получается, что такая огромная разница? Казалось бы, при таком большом преимуществе безрецидивной выживаемости, то преимущество общей выживаемости должно быть точно не меньше, чем 5,3 месяца. Но оно почему-то меньше. Для того, чтобы понять, в чем причина всех зол, надо посмотреть, а что же у нас с нежелательными явлениями. Как правило, вот такая разница возникает из-за того, что повышается смертность не в плане неэффективности, а в плане нежелательных явлений. И здесь мы открываем ящик Пандоры. Итак, частота нежелательных явлений общей и серьезных нежелательных кривых явлений в исследовании ВИЖЕН значительно выше в группе терапевтической плюс стандартной терапии по сравнению со стандартной терапией. А в исследовании АЛСИМКО ровно наоборот. И особенно это различие значимое для серьезных нежелательных явлений. Что касается гематологических, здесь все еще более удручающе выглядит. Например, количество аномий в два раза выше у тех пациентов, которые получали лютеции по СМА, в той схеме, которая рекомендована компанией Navartis и исследована. И ровно одинаковое количество аномий у тех пациентов, которые получали РАДИ и которые получали плацебо. Разница, ну то есть большее количество тромбоцитопений в группе, которая получала РАДИ, есть. Большее количество нейтропений есть. Но разница в количестве незапоставима в том, что мы видим в исследовании Вижен и в исследовании Алсимпка. О чем это говорит? О том, что РАДИ-223 значительно более безопасен, чем 6 введений лютеция по СМА в дозировке 7,4 ГБК с интервалом 6 недель. Я не случайно акцентирую на эту тему внимание, потому что, возможно, это просто не самая оптимальная схема, ведь другие схемы вообще не исследованы. Здесь представлены данные по нашим пациентам. Здесь немного пациентов, но мы им брали кровь с интервалом в одну неделю и смотрели, как у них меняются показатели крови. Итак, как мы видим, что через 6 недель нет показателей крови, тромбоциты не восстанавливаются, нет даже тенденции к восстановлению тромбоцитов, а мы этим пациентам сразу же должны провести второй курс. То же самое касается и лейкоцитов. К 6 неделе нет даже тенденции на восстановление этого показателя. Здесь же представлен сравнительный анализ по динамике ПСА у этих же самых пациентов. И мы видим, что к 8 неделе у большинства пациентов, к 8, не к 6, ПСА ниже, чем на 4 неделе после введения препарата. У некоторых пациентов в два раза ниже, чем на 4 неделе после введения препарата. И здесь мы видим всего лишь на всего единичные случаи пациентов, у которых изначально был ответ на терапию, которая зафиксирована на 4 неделе, а к 8 неделе ПСА вырос по сравнению с начальным этапом. О чем нам это говорит? О том, что вот такая схема, что интервалы в 6 недель, они являются неоптимальными для большинства пациентов. Есть очень маленькая когорта пациентов, которые действительно нуждаются в более интенсивном лечении. Слава Богу, в наших российских реалиях воплотить в жизнь ту схему, которую предлагает исследование ВИЖЕН, практически невозможно. Что связано с графиком поставок, мы фактически не можем влиять, как клиники, на график выгрузки лютеца 177 из НИАР. Мы вынуждены под них подстраиваться. И интервал в 6 недель практически невозможно выдержать. В нашей клинике пациенты, как правило, получают лечения с интервалом 8 недель. Если этот интервал увеличивать еще больше, то тогда эффективность падает. То есть больше увеличивать не надо. Дальше, следующий вопрос. Исследование ВИЖЕН рекомендует всем проводить. Но в исследовании ВИЖЕН вообще 4 плюс 2 курса. Но в рекомендациях уже вошло именно 6 курсов. Итак, есть конкретный клинический пример. Мы видим аффект КТ после терапии, после первого курса и аффект КТ после пятого курса у одного и того же пациента. Когда был аффект КТ, ПСА, был уже 5 у этого пациента. И возникает вопрос, а стоит ли проводить шестой курс терапии этому пациенту? Может быть, кто-то думает, кто за то, чтобы проводить шестой курс? ПСА 5 нанограмм на миллилитр. Минимальная, остаточная болезнь есть. А через сколько это исследование сделано в лет пятого курса? Это аффект КТ. То есть на следующие сутки после введения препарата. Это фотография с терапевтическим препаратом. Да, это не ПЭТ. А может, по своему обсмотреть? Конечно, понятно. С ним последовательно. Понятно. Может быть, стоило провести ПЭТ-КТ в динамике. Но в любом случае, этому пациенту, лечащим врачом, не я лечила этого пациента, было принято решение остановиться. В связи с чем? В связи с тем, что у пациента, да, есть минимальная остаточная болезнь. Есть несколько очагов, которые продолжают немножко накапливать ПСМА. Но у него есть также слюные железы, слезные железы и почки, которые накапливают ПСМА ровно точно так же, как и после самого первого цикла терапии. То есть при проведении шестого курса мы можем не получить ожидаемого преимущества в терапии, но гарантированно получим токсичность от проведения этого курса. А вот что произошло с этим пациентом дальше. Как уже говорилось, ему было проведено пять курсов терапии, и он был отпущен под динамическое наблюдение по решению лечащего врача. Если бы мы увидели у пациента, что начал ПСМА расти снова, мы бы доделали ему терапию, может быть, до шестого курса, может быть, до седьмого курса, может быть, мы бы перевели его на актиний. Но, тем не менее, обратите внимание на динамику. Несмотря на то, что пациент был отпущен под динамическое наблюдение как бы недолеченным, но произошел возврат гормоночувствительности, мы бы так сказали, на фоне андроген-деприводцинной терапии, мы видим непрерывное снижение уровня ПСМА. В настоящий момент этот пациент также находится под наблюдением. ПСА менее 1 г на миллилитр, нет признаков прогрессирования или рецидива, и пациент в нашем лечении не нуждается на сегодняшний момент. Но, к сожалению, через год после терапии у него развилась хроническая почечная недостаточность, что является в том числе нежелательным явлением от терапии лютиоцем ПСМА. То есть нужно взвешенно подходить каждому пациенту, и, наверное, индивидуальный подход все-таки превыше всего. Что касается актини-225 ПСМА, это самый впечатляющий препарат. В 2017 году Клеймин Секратачвилл представил на всех возможных площадках вот эти замечательные слайды, где был показан фантастический полный эффект у пациента, который ранее лечился лютиоцем ПСМА и прогрессировал на нем. Мы в своей практике поняли, что действительно препарат очень впечатляющий. Действительно возможно преодолеть резистентность к лютиоцем ПСМА, но в 29% случаях. Эффект от актини-225 ПСМА будет в 29% случаях, если пациент лечился уже лютиоцем ПСМА. Более вероятен ответ на терапию в случае, если этот пациент является ПСМА наивным. 69% против 53%. Также более вероятно достижение условной ремиссии. Ну почему условной? Это вот как бы условная ремиссия, это примерно такая, как была на примере выше. Когда у пациента непрерывно снижается уровень ПСМА, нет признаков рецидива и нет потребности в каких-то дополнительных методах лечения, пациент получает только андроген-депривационную терапию. Более 4 месяцев длительностью. 11% частота таких ремиссий на лютиоцем ПСМА и 5 из 17 наших пациентов, которые лечились в 2023 году, у них достигнут подобный ответ на актинии 225-м ПСМА. Это те пациенты, которые находятся под динамическим наблюдением. В плане кроветворения актинии значительно безопаснее, чем лютиоцем 177-й ПСМА. Но в плане общего состояния пациента, в плане качества жизни, актинии переносится хуже. И это его большой-большой минус. Актинии может значительно ухудшать качество жизни пациентов. У 100% больных он вызывает ксеростомию. Иногда выраженную ксеростомию. Также пациенты страдают от нарушения вкуса. И некоторые пациенты, особенно пожилые пациенты, могут на этом фоне отказываться от еды. Если пациент отказывается от питания, начинает мало питаться, то он очень быстро астонизируется. И тогда зачем мы все вообще это делаем? То есть здесь ввести пациента значительно сложнее, чем тех пациентов, которые получают лютиоцем 177-й ПСМА. Ну и здесь представлен наш наилучший ответ у больного метастатическим кастротрезистентным раком предстательной железы, который возник после трех введений актинии 225-го ПСМА. Как мы принимали решение о проведении третьего курса. На таких цифрах ПСМА уже 2,45 было. Мы отправили пациента на ПЭТ-КТ повторно. И после того, как мы увидели, что накопление сохраняется, и оно достаточно значительное, хотя количество очагов у пациента также значительно снизилось, мы провели ему третий курс. После этого пациент был оставлен под динамическое наблюдение с ПСМА 1,5. Уже прошло почти год после завершения терапии и более года после начала терапии. На настоящий момент у пациента неопределяемый низкий уровень ПСМА. Пациент продолжает работать, это работающий человек, и никаких проблем нет. Ну а здесь представлен такой, в общем-то, наверное, уникальный случай удачного перехода с 177-го литеция ПСМА на 225-го актинии ПСМА. Пациент перед тем, как пришел на ПСМА терапию, получил 6 курсов радио-223-м, и, в общем-то, сразу после этого продолжил терапию с использованием ПСМА. Обратите внимание, он пришел после радио с уровнем тромбоцитов 303. Вот. Дальше он начал лечиться литеция ПСМА, и на этом фоне мы видим непрерывное снижение количества тромбоцитов. Опять же, без какой-либо тенденции к восстановлению. Это несмотря на то, что мы проводили терапию раз в 8 недель, а не раз в 6 недель. И все было хорошо, ПСМА медленно, но верно у нас снижался, и дело шло к достижению благоприятного результата. Однако перед четвертым введением, внезапно, не в те сроки, которые мы ожидаем увидеть, мы увидели резкое снижение количества тромбоцитов со 124, простите, аж до 51, и одновременно с этим скачал уровень ПСМА более чем в 2 раза за 2 недели фактически. Но пациенту повезло, потому что в этот день, когда должен был состояться его курс литеция, у нас был также актиний. И вместо того, чтобы дать ему литеция, мы дали ему актиний ПСМА, и произошло чудо. ПСМА упал до 1,4, а тромбоциты через 4 недели, это момент максимальной токсичности, выросли до 86. И на второй курсе актиния мы его уже взяли с тромбоцитами 141. Это хороший случай, к сожалению, не всегда так получается, и, к сожалению, наши пациенты нередко ускользают от нас. Вот этот момент есть, у нас есть очередь, во-первых, на радиолеганную терапию, на актинии и на лютеции, и быстро переключить бывает довольно-таки сложно. В заключение хотелось бы сказать, что есть разница между эффективностью и безопасностью. Наиболее безопасным радиофармпрепаратом остается 223-й радией. Не стоит им пренебрегать, не стоит его отодвигать на второй план, как препарат прошлого века. Он очень нужен и должен быть использован для тех пациентов, кому он нужен. Актиния и ПСМА является более эффективным, чем лютеция и ПСМА, но это не значит, что его нужно использовать вместо лютеция и ПСМА, потому что не исключено, что пациенты получат преимущество от последовательного назначения. Сейчас мы целенаправленно выбираем актинии как первую линию ПСМА терапии, только пациентам с очень-очень плохим прогнозом. Это поражение печени метастатическое, это практически тотальное поражение скелета и очень плохой изначальный статус и прогноз. Но есть пациенты, которые случайным образом попадают на актинии в результате того, что лютеция просто нет. Таким образом у нас происходит такая псевдорандомизация, и мы считаем продолжительность жизни наших пациентов. И если нам удастся встретиться в этой теплой компании, я надеюсь, в следующий раз мы доложим результаты уже по общей выживаемости, пусть в маленькой когорте, но как есть. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, за интереснейший доклад. Действительно направление, которое очень активно развивается в вашем центре, в нашем центре, еще в ряде центров. Если позволите, несколько комментариев в отношении различия эффективности. Во-первых, РАДИ-223 – это не элегантная терапия. Это радиофармпрепарат. Это препарат сравнения, да. Это не элегантная терапия. Во-вторых, он применялся у пациентов только с костными метастазами. Пациенты только с костными метастазами, конечно, имеют значительно лучший прогноз, чем пациенты с висцеральными метастазами. Поэтому сравнивать выживаемость этих пациентов, ну, никак нельзя общую. И говорить, что РАДИ дает такое же количество месяцев выживаемости, ну, никак нельзя, потому что это абсолютно разные популяции пациентов. Прошу прощения, именно что касается преимуществ выживаемости, сравнивалась одни и те же группы пациентов, просто в разных исследований, и оба исследования категории А. И вот это вот особенно впечатляет разницу между безрецидивной выживаемостью, влиянием на общую выживаемость, так же и по побочным эффектам. Да, можно сказать, что пациенты, которые приходят на ПСМА-терапию, они значительно более тяжелые, более предлеченные и так далее и тому подобное. Но в каждом исследовании, это рандомизированное исследование, и сравнение проводилось с контрольной группой именно в том исследовании, с теми же критериями. Если это рандомизированное, тогда да, конечно. Если это были действительно сбалансированные группы больных, я просто этого не увидел в вашем докладе, извините. Ну и что я еще хотел сказать. Вот этот подход актиний наиболее запущенным пациентам, как вы сказали, и лютеции менее интересное направление. У нас актиний появился только на прошлой неделе. Мы начали применять актиний. Но вопрос всегда стоит, что лучше, с чего начать. Ну, пока мы руководствуемся, ну, некими предположениями. Из чего мы исходим? Есть химиотерапия доцитоксилом, есть химиотерапия кабазитоксилом. Кабазитоксил – более мощный препарат, чем доцитоксил. Но, тем не менее, доказано, что пациенты, которые начинают лечиться доцитоксилом, они имеют преимущество по сравнению с теми пациентами, которые начали лечиться кабазитоксилом. И не исключено, что та же самая история и с ПСМА-терапией. Актений более мощный, но не исключено, что пациенты, которые начинают лечиться лютецием, они получат преимущество за счёт того, что у них ещё остаётся линия в запасе. После актиния ПСМА нет ничего в запасе. – Скажите, а как Вы относитесь к исследованию НЗП, которое было недавно доложено, я думаю, Вы знаете, там предусматривалась деэскалация у пациентов, у которых ПСА становится ниже 0,1 нанограмм на миллилитр. Этим пациентам третий-четвёртый курс лютецием не проводился, а проводилось только два курса в зависимости от эффекта. – Абсолютно положительно. Не нужно перелячивать пациентов. – Спасибо, Татьяна Юрьевна. Ещё подскажите, пожалуйста, вот эта схема с восьминедельным введением, она применяется только в Вашей клинике? Или это уже стандартная какая-то схема? – Ну, что мы говорим о стандартных схемах? Дело всё в том, что история лютецием ПСМА, она берёт начало с 2013 года, когда впервые начала применяться вообще эта технология. И задолго до регистрации, задолго до опубликования исследований Вижен уже рутинно по всему миру терапия лютецем 177 ПСМА применялась. И я не знаю ни одного центра, в котором бы она применялась так, с интервалом в 6 недель. Мы учились в Германии у Ричарда Баума в госпитале Бадберка и отправляли туда наших пациентов, которые ездили на терапию раз в 3 месяца. И Ричард Баум говорил, ну хорошо бы, чтобы пациенты ездили бы почаще раз в 2 месяца. Но речи о 6 неделях не было. И накоплен очень большой мировой опыт по применению лютецием ПСМА ну как бы более редкими курсами, немножко более редкими курсами. И именно, может быть, это нас подтолкнуло к тому, чтобы мы исследовали этот момент. Ну и плюс ещё какие-то организационные особенности, которые я говорила. Вот, например, у нас сейчас идёт ППР в НИАРе, и разница между поставками 9,5 недель. Как в таком случае обеспечить пациенту интервал в 6 недель? Понятно. И ещё короткий вопрос. Вот максимальный период наблюдения ваш личный с точки зрения там общей выживаемости или безрецидивной выживаемости? Наш пациент, который как бы максимально наблюдался, получил лечение в 2021 году и, к сожалению, погиб от прогрессирования. Он прожил 30 месяцев после начала терапии. Сначала он начинал терапию лютецием, потом спрогрессировал. А потом, было очень интересно, у него была реиндукция гормональной терапии абиратроном, вначале потом он взял томид. То есть после того, как у него уже была история прогрессирования на абиратроне, после самой терапии у него абиратрон сработал при реиндукции, сработал очень хорошо, дал ему примерно полгода жизни и значительное снижение ПСА. Дальше он лечился актением и, к сожалению, в конце концов спрогрессировал и погиб. Но 30 месяцев. Спасибо большое.